Выставка была организована благодаря усердной работе музея, студентов и сотрудников Ульяновского педагогического университета, работников Государственного архива новейшей истории и при поддержке правительства Ульяновской области. Выставочный проект представлен на улице в виде стендов и находится у входа в Краеведческий музей. Само здание, кстати, также несет в себе военную историю. В здании Краеведческого музея в 1941 году был на некоторое время эвакуирован наркомат внешней торговли. На втором этаже музея находится конструкторское бюро завода ЗИС, который, собственно, дал начало нашему автозаводу. На выставочных стендах представлено множество данных об Ульяновске в годы Великой Отечественной войны, начиная от культуры и заканчивая медициной. Особый вклад в победу внесли местные и эвакуированные в наш регион предприятия. В 1941 году, непосредственно перед началом Московской битвы, на вооружение Красной Армии принимаются противотанковые ружья системы Дегтярева-Симонова. Патроны под эти ружья выпускали исключительно в городе Ульяновске на заводе имени Володарского. Отдельный стенд посвящен культуре и искусству того времени. Особенно интересен раздел о выдающемся художнике и нашем земляке Аркадии Пластове. Одной из самых ярких работ является полотно «Фашист пролетел», которое представлено на Тегеранской конференции. Картина очень поразила Черчири и Рузвельта и, по слухам, повлияла на их решение об открытии Второго фронта. Выставочный проект «Ульяновск. Город трудовой доблести» можно увидеть у входа в Кривейческий музей в свободном доступе.